В спортивном зале Университета физической культуры в спор за призы региональной газеты «Омская правда» вступили команды любителей. Блиц-турнир – 18-й по счёту в этом году. Пять команд претендовали на победу – «Факел», «Сатурн», а также коллективы Омского нефтеперерабатывающего завода, детской и юношеской спортивной школы номер 11 и «Сибгувка». Довольно интересно, учитывая то, что мы, можно сказать, моложе всех, и, ну, обыграть более старших, более опытных, ну, довольно-таки для себя, как сказать, престижно, но мотивирует. Сильные стороны, я считаю, наша сыгранность, то, что мы довольно-таки давно вместе занимаемся, тренируемся, между собой общаемся, то есть мы все друзья, а, ну, слабых сторон, как таковых, вроде бы, и нет. И единственное, что, может быть, настрой какой-то плохой перед игрой, а так, всё замечательно, сигналность есть, и как бы хорошо. Начало традиционным соревнованиям, которые уже почти два десятка лет завершают календарный год, было положено в далёком 1998-м. Именно тогда в редакции газеты родилась идея провести кубок губернатора по гандболу. Позже турнир сменит своё название, а от мужских, женских и детских команд участниц останутся только мужские. Но соревнования по-прежнему будут проходить в тёплой дружеской атмосфере. Конечно, уровень гандболистов, выходящих сегодня на площадку, очень разный. Но ведь в любительском спорте главное – получить удовольствие от игры. Ну и, конечно, успеть отработать командное взаимодействие. Это многие подтверждают. Лет 6-7 играем. На соревнования ездим. Тут участвуем в Омске. Сыгранность есть. Больше четырёх часов гандболисты выявляли победителя. Матчи получились результативными, а игры – упорными. Несмотря на то, что турнир любительский, страсти на площадке кипели нешуточные. Вот и финал выдался крайне напряжённым. Судьбу главного трофея решили всего три очка. 18-15. Именно с таким счётом «Факел» обыграл студентов физкультурного университета. В матче за третье место победу праздновали ребята из команды «Сатурн». Также по итогам блиц-турнира «Омской правды» успели наградить и лучших игроков в своих амплуа. Жюри определило обладателей шести специальных призов. Гандбольным турниром вклад «Омской правды» в областной спортивный календарь не ограничивается. Издание также устраивает состязания по лыжным гонкам, которые обычно проходят в первое воскресенье декабря. И регулярным является футбольный блиц-турнир, посвящённый Дню Победы.